В общем, я все-таки обновил свой телевизор. Честно говоря, планировал купить 4К в 2020-м или даже в 2021-м, так как, по моему мнению, именно с переходом в консоли нового поколения 4К-телевизора будут наиболее сбалансированы в плане стоимости и технологий. Но понимаете, когда дома появляется Xbox One X, вопрос приобретения 4К-телевизора решается как-то сам с собой в максимально сжатые сроки. В общем, я тупо не смог удержаться и купил из Европы 4К-телевизор от компании Samsung. При выборе нового телевизора я руководствовался четырьмя ключевыми показателями. Это полноценное 4К-разрешение, маленький input lag, то есть минимальная содержка откликоматрицы, диагональ не меньше 55 дюймов и при всем при этом попасть в разумный для меня бюджет 500 американских долларов. И все эти показатели сошлись на телевизоре от компании Samsung, модели 55RU7100, стоимость которого у нас в Украине стартует от 450 долларов, если брать из Европы. Лично я купил за 490, да, я немного переплатил, но хотелось купить в каком-то вменяемом магазине, который дает реальную гарантию, а не в конторе, которая закроется через пару дней. Если покупать официальный и с маркировкой для рынка Украины, то цена составит примерно 700-800 долларов, что как бы в наших реалиях не очень дешево. Я уверен, многие сейчас скажут, блин, ну ты олень, купил Samsung, повелся на бренд, еще и такую барыжную модель взял и так далее, и такое прочее. Я купил конкретно эту модель не просто так, и сейчас я вам максимально обосную свой выбор. И расскажу, в каких случаях стоит обратить внимание вам тоже на эту модель. Ну, по крайней мере, если у вас нет денег на более дорогую версию. При выборе нового телевизора я рассматривал 4 основные для меня фирмы. Это Samsung, Sony, LG и темную лошадку TCL. До этого телевизора я 6 лет пользовался 40-дюймовым телевизором от Sony с разрешением 1080p. Ничего плохого не могу сказать про телевизор Sony. Телевизор у меня отработал 6 лет, за все это время ни разу не подвел, ни разу не был в ремонте. Да что там говорить, я за 6 лет тупо даже батарейки в пульте не менял, которые шли с ним в комплекте. Короче, абсолютно никакой головной боли с этим телевизором у меня не было. У него офигенная светопередача, та и картинка в целом достаточно хорошая. Но есть, правда, одна проблема. Это высокий импут лаг, который находился в районе 40 миллисекунд. Я большой любитель поиграть в мультиплеер, и там эта задержка в 40 миллисекунд трындец как ощущается. Например, в Gears 5 я миллион раз нажимал кнопку выстрела первый, но телевизор не успевал принимать сигнал, и меня тупо убивали раньше. Такая задержка в мультиплеере меня напрягала просто жесть. И вы знаете, я пересмотрел все бюджетные модели 4К телевизоров от Sony. И помимо того, что за бюджет в 500-600 долларов у них ничего из того, что мне нужно, не купишь, так еще и у всех задержка матрицы в игровом режиме минимум 20 миллисекунд. Ну а как я сказал, импут лаг для меня является важным показателем. И поэтому, несмотря даже на одну из лучших цветопередач, высокая стоимость и высокий импут лаг стали для меня поворотным моментом, чтобы отказаться от этих телевизоров. Дальше я рассматривал LG, опять же в бюджетном сегменте. У них, кстати говоря, самый низкий показатель импут лага, около 9 миллисекунд. Для мониторов это, конечно, такой себе показатель, но вот среди телевизоров очень достойный результат. И, наверное, лучший показатель среди всех телевизоров в среднебюджетном сегменте. Но проблема в том, что у бюджетных моделей LG нету настоящих 4К матриц. В них стоят матрицы с разрешением 3К, которые за счет каких-то белых пикселей как-то искусственно имитируют 4К. Поэтому, несмотря даже на такую низкую задержку матрицы, я выкинул из этого списка и телевизоры от LG. Так как полноценный 4К является также ключевым критерием для меня. Да и в Samsung, который я купил, инпут лаг составляет 10 миллисекунд. То есть, всего на одну миллисекунду больше. Так что, вообще пофиг. Единственные телевизоры, которые не уступали, а в чем-то даже превосходили модели от Samsung, это TLC. Но я как-то не решил собрать такой молодой бренд. Ну и, в общем-то, купил Samsung. Но, если кто-то посмелее, обязательно присмотритесь к TLC. Походу, очень годные телеки по очень хорошей стоимости. Итак, Samsung 55 дюймов RU7100, модель 2019 года, который я купил в Украине за 490 долларов. Как я сказал, данный телевизор был ввезен в Украину из Польши. Кстати говоря, если брать телевизор из Европы, то и сборка будет европейская. А если покупать официальную версию, то для нашего украинского рынка телевизоры Samsung собираются в России. А именно про российскую сборку очень мало лестных отзывов. На форумах пишут про частые засветы по краям из-за того, что матрица передавлена и жалуются в целом на не очень качественную сборку. Я очень сильно боялся этих же нюансов и переживал, что эти проблемы касаются европейских моделей. Но в итоге я получил идеально собран телевизор без каких-либо засветов, битых пикселей и так далее. Можно было, конечно, купить прошлогоднюю модель 2018 года, даже еще дешевле модели 2019, так как по картинке они ничем не отличаются. Но меня подкупила функция AirPlay. Мы с женой пользуемся техникой Apple и возможность передавать картинку на экран телевизора с телефона или ноутбука сильно подкупила меня. К тому же к телевизору без проблем можно подключить беспроводные наушники AirPods. Пока я сижу монтирую видосы, жена спокойно в беспроводных наушниках может смотреть сериальчики по Netflix и так далее. Или же я могу играть без проводов в таких же наушниках. Это реально удобно. К слову, в телек тупо встроен Apple TV. Если покупать отдельно, то такая приставка стоит достаточно недешево, а тут прям все в комплекте. В общем, вот эти ништяки меня реально подкупили в модели 2019 года. Операционная система телевизора абсолютно не лагает и все работает идеально, без каких-либо задержек. К работе системы, начинки и функциональности у меня нет никаких вопросов. Все просто отлично. Когда я на свою полку поставил этого малыша, я просто охренел с его размеров. Честно говоря, я переживал, что 55 дюймов будет все-таки маловато для того, чтобы кайфовать, развалившись на диване. Но сейчас я понимаю, что 55 это отличный размер для расстояния в 2 метра от телевизора до дивана. Смотреть фильмы в 4К просто кайф. Такое впечатление, что тупо сидишь в кинотеатре. Играть стало на несколько порядков приятнее и комфортнее. В большей степени это, конечно, из-за размеров телевизора. Чтобы на 40 дюймовом экране нормально видеть происходящее, читать текст и так далее, мне приходилось играть вот так. То есть сидеть почти в упор. А если откинуться назад, то текст становилось читать очень сложно. И глаза прям сильно напрягались. Сейчас же, как бы я не играл, мне все видно, текст читается отлично. И это просто охрененно. Картинка в играх кристально чистая. А настоящий 4К реально впечатляет. Если к телевизору сесть в упор, то вы абсолютно не увидите никаких пикселей. Изображение очень ровное и гладкое. Да, я понимаю, что мало кто будет играть на таком телевизоре в упор. Но даже игра с расстоянием в 2 метра, картинка все равно очень чистая и детализированная. И выглядит все равно лучше, если играть на 1080 почти в упор. Гирс 5 в 4К и 60 кадров просто шик. Это однозначно мастхэв и стандарт, к которому должны стремиться все. Господи, как же сильно чувствуется разница между input lag в 10 миллисекунд и 40 миллисекунд. Поначалу я был прям в шоке от того, насколько все резко. Мои нажатия на геймпаде воспроизводятся моментально, без микрозадержек. Телевизор реагирует мгновенно. Я даже не представляю, как играется на мониторах с задержкой в 1 миллисекунду. Но перейдя на телевизор с 10 миллисекунд, я прям очень кайфую. Что я могу сказать про звук? Для 55-дюймового телевизора, который стоит 500 долларов, звук изумительный. Он глубокий и неплохо берет верха. Когда играешь в Hellblade, звуки будто расплываются по квартире. Разработчики очень сильно заморочились в звуковой составляющей этой игры. И данный телевизор показал себя очень достойно даже в этой игре. Да во всех играх звучание, в общем-то, замечательное. Я уверен, что внутренние динамики телевизора смогут полностью удовлетворить потребности большинства владельцев. Ну а если нет, покупайте отдельную аудиосистему или же ищите телевизоры подороже. Я безусловно не считаю, что это идеальный телевизор. Но за такую стоимость, таким функционалом, я тупо даже не знаю к чему придраться. По факту, все что я ждал от этого телевизора, я получил. Большой экран, кристально чистое изображение, маленькую задержку матрицы, отличный звук. Цвета он передает лучше, чем мой старый телевизор от Sony. Так это при том, что я постоянно играю в игровом режиме. А именно в игровом режиме телевизор и отключает все свои технологии по улучшению картинки. И таким образом достигается отклик матрицы в 10 миллисекунд. Забавно, что в 2013 году за 500 долларов я купил 40 дюймовый телевизор от Sony. А уже в 2019, за те же 500 долларов я получил офигенный 55 дюймовый 4К телек. Я прекрасно понимаю, что любой OLED, QLED или даже взять Samsung 80 серии гораздо лучше по качеству изображения. Но эти телеки совсем другой ценовой категории. Они как бы и стоят 1000 долларов и выше. Нет, если есть возможность, конечно, обязательно возьмите какой-нибудь OLED или QLED. Samsung же модели RU7100 за свою стоимость и несмотря на не лучший цветовой диапазон. Это офигенно функциональный телевизор с хорошей начинкой. Классная операционная система и программами. Он может в полноценной 4К 60 Гц с технологией HDR. Да, эта технология не супер крутая на этом телевизоре. Но даже в той же Ларри Крофт картинка прям сильно улучшается с включенным HDR. А вот в RDR2 я ее отключил, так как изображение ухудшается. В общем, в каждой игре надо смотреть отдельно. Так при этом у телевизора еще и одна из самых низких задержек матриц для игр в 10 миллисекунд. Я за стоимость плюс-минус 500 долларов лучше найти не смог. Пишите свои обоснованные комментарии с вариантами телевизора, которые по вашему мнению лучше этого. Возможно вы поможете другим с выбором. Я уже сделал свой выбор и мой вердикт такой. Если у вас на руках есть 450-500 долларов и вам нужен недорогой 4К телевизор для игр и просмотров 4К фильмов. Берите данную модель, он полностью отбивает каждую потраченную на него копеечку и даже больше. Ну по крайней мере за европейскую сборку я могу ручиться. Я вам отвечаю, купив этот телевизор у меня такое чувство, что компания Samsung даже доплатила мне за него.